Всем привет! Решила нестандартно начать свой новый блог. Сейчас буду пить горячий чай, вот с такой вот кружечки с милейшим миньоном. И здесь у меня целая гора богатства. Обожаю сладкое. Здесь у меня зоря Нусяеву конфета и какие-то такие вот новенькие конфетки с джемом. Это побаловал нас мой папа, наш дедушка. Сегодня день Владимира. И в честь этого он купил нам вот такие вот вкусняшки. За окном у нас пасмурная погода. Походу будет буря и как раз классно конфетки с чайком. Всем привет еще раз. Показывала вам свой вкуснейший завтрак. Обожаю сладкое, но постаралась себя как бы немножко держать в рамках и не съесть кучу конфет. Потому что все-таки надеюсь попасть на фитнес. Но самая главная новость. Сегодня понедельник. И сегодня я хочу вам сказать хорошую новость. Это день первой недели влогов. Просто сейчас меня ожидает много чего. И я понимаю, что не хочу делать какие-то суперогромные влоги. А показать есть что. То есть, сейчас приезжает моя мама с Германии. Ее достаточно долго не было. На этой же неделе у меня будет свадьба в сестры. Плюс я хочу записаться на фитнес. Мне должны прийти фитнес-резинки. Я заказывала с сайта Резетка. И вообще пойти на фитнес, посмотреть что как. Когда ты не занимался более полутора года. Это, я думаю, будет сложно. Плюс с подружкой еще иду гулять. Нужно идти выбирать себе платье. Будет прически, конечно же, на свадьбу. Нужно покрасить эти волосы. Короче, очень много всего интересного вас ждет в этой неделе. Оставайтесь со мной. Сегодня в этом дне я вам тоже много покажу интересного. Для меня пройдет немножко больше времени, нежели неделя. Для вас пройдет ровно неделя. И вы сможете увидеть все-все, о чем вам рассказала. Надеюсь, в мои планы ничего такого не вмешается. И у меня все получится. Если вы так рады, как и я, что я с вами буду целую неделю. Ставьте пальчики вверх. И пишите, как вам первый день моей недели влога. Не знаю, будет ли вам интересно. Собираю помидорки. Вот прям с кустов. Уже у нас поспел первый виноград. Его, правда, нещадно едят волосы. Так он выглядит розовенький, супер сладенький. Так, фокус. Вот так. Сейчас, наверное, лива не отбудет дождь. Мой папа, близкий дедушка, пошли в гости к прабабушке, к прадедушке. Пока они гуляют, я решила сорвать помидорки. Столько у нас кустиков. Поела виноград. Иду поужинаю. Потому что сейчас вернется моя леска. Будем играть. Девочки, я не знаю, как вам передать через камеру, насколько вкусно пахнут домашние помидорки. Но это просто что-то невероятное. Ужинаю я таким салатиком, потому что позволила сегодня себе лишние конфетки. Вы, в принципе, видели. Вот такое красивое небо за окном. Вот вы видели молнию. Не знаю, у меня свечи выписали. Очень красивое небо, красивая гроза. Вы слышите на фоне Лиску. Дедушка с Лиской как раз успели перед грозой. Мы еще побегали за собачкой. А сейчас вот любуемся такой вот красивой погодой. Если честно, я обожаю бури. Прям так приятно сидеть у окошка, пить чай и смотреть на такие вот ураганы. Вот молнии. Уже утро готовлю сырнички, но необычные. По моему фирменному рецепту я делаю и с лимоном, и соком лимона, и цедрой лимона. А вот здесь лимончика нет, здесь яблочко. Если получится сейчас вкусно, я вам оставлю внизу ссылку на видеоблогера, по которому я делала вот эти сырники. Я уже в Сандре. Сходила к стоматологу. Правда, мне что-то стало плохо. Наверное, страх прошлого стоматолога сыграл свою роль. Прям, ну так, был испуг. Мне как раз пломбировали каналы. А сейчас с Сандрой едем куда-то в город. Мне нужно съесть что-то вкусненькое из-за того, что была в стоматолога. Покажу вам часть квартиры Сандры. Вот она тоже рисовала картину по номерам. Это в неё я вдохновилась на вот такое. Это тоже, по-моему, индейка. Производитель картины по номерам. Ещё просмотрим разные интересные штучки. Вот видео о том, как она делала вот это. Такую вот палочку с гирляндом. И тоже есть у неё на канале. Хоть она снимает на английском, но, в принципе, там всё понятно без слов. Тоже она сама делала вот эти треугольнички. И ремонт в квартире. Буду вам каждый раз по кусочку показывать. Посмотрите, какие крутые подъезды. Вот здесь Сандры сделали соседи. Так практически на каждом пролёте. Просто здесь классное освещение. Я вам покажу. Кто любит мультик «Маша и медведь», смотрите, как классно. Смотрим Сандры в очень красивом кафе. Я бы сказала инстаграм. Но сейчас вам покажу какую красивую виду нам принесут. Вот Сандра. Сейчас вам покажу саму кафе. Вот здесь такой красивый дизайн. Безумно нравится. Пятый зал оформлен по-разному. Ну, плюс очень красиво. Я даже из-за фиэра сейчас покажу. Принесли наши напитки. Просто посмотрите, как красиво выглядит мой молочный коктейль. И у Сандры из Англии. Сидим на таких красивых креслах. Такой светильник возле окошка. Наслеждаемся в хорошем вечере. Ну, вот такая вкусняшка у меня на ужин. Не удержалась. Дала себе тоже такую вкусную закарпатскую Сандрию. Очень вкусно. И наш вечер веселый продолжается. Мы решили вечерком с Сандрой пройти по такой тихой красивой улочке. Такой хороший вечер. Хорошая погода. Прохладно. Выпуливаем наше вино, нашу Сандрию. Общаемся. Короче, вечер удался. Быстренько покажу вам небольшие покупки. Купила два вот таких мороженых. Ванильное и шоколадное. Хочу попробовать сделать дома. Здесь вроде бы нужно добавить только молоко. Не знаю, что получится. Будем делать вместе. Вчера, гуляя с Сандрой, взяла вот такую манску. Она говорила, пробовала, что очень классная. В магазине Ева. Ну, попробую. Потом вам расскажу тоже где-то в следующем блоге. А сейчас утром мы уже с Лиской бегали в магазин. Взяла себе вот такие вот трубочки в молоко. Просто обожаю. Себе взяла вот такую вот Машеньку. Она, по-моему, для детей с трех лет. Поэтому Лиске не буду рисковать. Я взяла ее любимую огушку. А обожаю эти батончики. Они бюджетные и очень вкусные. Есть разные вкусы. Рекомендую. Также взяла себе у нас закончился кофе. Три вот таких вот. Три в одном. От Нес Кафе обожаю именно к Риме. Хочу с вами поболтать. Сегодня следующий день. Вчера гуляли с Сандрой. А хочу вам немножко внести ясности в свой блог. Вот возле меня здесь гуляет Лиска. Уже где-то через часик будет спать в обед. А пока погуляет по улице. Я, дякую. Вот принесла мне зайчика. Она его возит в колясочке по двору. Пока я здесь с вами болтаю. Вчера было очень круто. Классно с Сандрой погуляли, посидели. Я вам показывала. Были два кусочка ее подъезда. Это я не все. Это же как бы сосняла. Мы шли с пятого поверха. Я сняла вам только Машу и Медведь. По-моему, еще какую-то картинку. Не помню. А там на каждом пролете свой мультик. Там был очень красивый простоквашина. Еще что-то. И вот так красиво нарисовала женщина, которая там живет. Плюс подъезд убранный, красивый, украшенный. И это все за свои деньги. Вот та женщина, что рисовала вот эти рисунки, по-моему, за свои деньги это делала. И, ну, можно и там всюду цветы на окнах, красиво. Ну, можно сделать красоту там, где ты живешь, своими руками и не ждать ни от кого ничего. Далее еще у меня был рецепт сырника в этом влоге. Очень вкусный, так необычно. С яблочком. У меня было только одно яблоко, нужно было два, потому что у меня маленькие. Если вам забуду на них ссылку кинуть на рецепт, напишите мне внизу, я кину. Но постараюсь не забыть. Потому что сырники намного, как бы это описать, они намного получились мягче, что ли. Я не могу это описать, но безумно вкусно, интересный, необычный новый вкус. Ну, видите, у меня столько новостей, не могу, прям хочется всем делиться. Видели в покупках у меня и мороженое, и масочка новая. Уже завтра, у меня же неделя блога, завтра мы будем и масочку делать, и мороженое делать. Ну, у меня уже, возможно, еще сегодня сейчас. Просто хочу уже этот блог закончить, потому что в нем очень много всего. Дальше в стоматолога мне пломбировали каналы. Мне стало немножко плохо. Я не знаю, мне сегодня третий день, опять мне плохо. Что-то такое состояние прям кружится в голове. Но сегодня, понятно, я забыла позавтракать. Не знаю, как так. Забыла позавтракать. Я пошла гулять с Лицкой, и мне стало плохо. К счастью, успела прийти домой, позавтракала, все хорошо. Но завтракать нужно как-то не забывать, себя приучить. В основном кушаю с Лицкой. Мы творог с рук, так и мы едим на завтрак. А сегодня я делала кашу, я кашу не хотела. И вот так получилось. Все, надеюсь, вам понравился такой блог-посиделка с подружкой. Там мы готовили вместе. Если да, ставьте пальчики вверх. А мы уже увидимся с вами завтра. Будет новый день, новый блог. Всем пока-пока.